всем привет сразу благодарю всех тех кто оказывает поддержку данному каналу используя инструкцию которая написана под каждым роликом ну и благодарю всех тех кто пишет комментарии потому что беседовать с вами мне очень интересно или не беседовать а просто читать очень приятно когда ваши вкусы совпадают с моими когда не совпадают это тоже интересно иногда даже весело я люблю веселье я парень веселый всегда был между прочим да поэтому пишите читайте пишите слушайте хорошую музыку группа которая вот здесь у меня находится в виде пластинок музыка группа в виде пластинок developed underground ну да я сразу предвижу конечно предвижу много и восторгов и плевков но в отношении плевков и восторгов вы не одиноки я могу сказать потому что и гип-оп например написал или сказал ну видимо сказал в интервью кто-то там это зафиксировал что когда я услышал этот альбом первый в этом грант который вышел в шестьдесят седьмом году он записан в шестьдесят шестом вот the world underground and nika и гип-оп сказал что ну это какой-то просто кусок говна эти американские нью-йоркские хипаны записали какую-то такую хрень что слушать это невозможно это позор и ужас и и и просто отвратительная совершенно вещь сказал и гип-оп но прошло полгода и он сказал только через полгода я врубился в то что это шедевр и одна из лучших пластинок рок-н-ролла когда-либо записанных кем-либо где-либо я разделяю мнение гип-опа второе точнее мне мнение гип-опа единственное потому что человек полгода врубался в то он услышал он покажет кусок говна прошло через пол прошло полгода и он врубился послушал еще раз и понял что это величайшее произведение рок-н-ролла я не буду говорить слово искусство там или музыка да как говорил хью корнелл из the stranglers рок-н-ролл эта музыка рок эта музыка первобытная которая будет подсознательные вещи зачастую подавляемые окружающим социумом ну государством скажем так одним другим третьим пятым государством в большом в глобальном смысле этого слова и заставляет думать заставляет думать что это самое главное это наверное важнейшее что существует в роке в рок-музыке если он не заставляет думать это значит это просто такой легкий поп который звучит как фон где-то там фон может быть легкий может быть тяжелый может быть металлический какой угодно но это просто фон красивый да хорошо все замечательно так вот вот это на ground and nico масса людей я знаю ненавидит эту группу и массы любят в том числе майк науменко я помню он обожал совершенно эту группу и я ее люблю я ее полюбил не сразу далеко потому что когда майк мне ее ставил я слушал думаю что это такое непонятно я тогда любил другую музыку а потом въехал да это примерно как с картины алексея германа трудно быть богом у меня произошло то же самое я я кино смотрю в кино вообще я занимаюсь кино довольно много лет уже и как режиссеры как продюсеры как сценаристы как редактор там много профессия сменил на этом поприще поэтому кино я смотрю в кинотеатре кино такая ну кино снимается для кинотеатров не для домашнего просмотра домашний просмотр такая ознакомительная скорее вещь кино это большой экран это темнота это погружение этот цвет это звук это все делается для определенных для определенного помещения скажем так так вот я посмотрел трудно быть богом в кино первый раз подумал что какая-то отвратительная картина как она плохо сделано по всем статьям по всем и по звуку и по декорациям и по работе с массовкой и вообще по всему по всему по всему плохо смотреть невозможно просто очень плохо и история какая-то перекрученная вся не ну сценарий когда делается экранизация сценарий и литературный материал отличается это нормально например stalker это гениальное кино на мой взгляд по струб опять-таки по стругацкими опять-таки не так как в романе все да то же самое из солярис то есть да а здесь мы просто думаю ну просто очень плохое кино очень плохое не нравится и прошел год я чувствую что-то у меня внутри что-то такое что-то мне не дает покоя не посмотреть ли мне трудно быть богом и я на компьютере посмотрел его в сетевой версии посмотрел и думаю так что-то я не догнал пойду-ка я в кино и нашел где-то какой-то повторный показ где-то где-то в каком-то кинотеатре поехал посмотрел в кино и совершенно просто был подавлен раздавлен и восторгом моим не было предела и до сих пор я считаю этот фильм одним из лучших наверное отечественных фильмов отечественных картин то же самое слово тендеграут меня пробило через какое-то время я понял что это действительно шедевр на мой взгляд и даже если бы лурит написал одну песню только венус инфурс венус инфурс он бы остался в веках и песня бы осталась в веках и она таки осталась в веках и кто только ее не исполняет каверов неисчислимое количество просто и старых групп и молодых групп и включая там мьюз и прочих и прочих масса людей перепевали перепевала эту песню и а как она исполнена здесь это это нечто вообще группа записала этот альбом так как будто до них ничего не было вообще не было ни битлз не rolling stones не джаза не блюза не soul не фанка не 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 тяжелого урока ничего вообще вообще ничего как будто это первая группа в мире которая взяла электрогитары барабаны и записала песни сыграла музыку не похоже ни на что во вообще просто совсем совсем при этом удивительной песни санды монин прекрасная с с перкуссии с бубенчиками колокольчиками лирическое am waiting for the man темы вообще здесь достаточно неприличные затронуты в текстах люди там я их не буду расшифровывать если вам интересно можете сами расшифровать waiting for the man просто напор гитарный странный монотонный но затягивающий но просто подчеркивающий и слова и подчеркивающий то что называется рок то что называется рок который будет именно подсознательные вещи и заставляет думать я повторюсь и заставляет посмотреть на мир другими глазами это все здесь есть это не не болтовня моя пустая это правда я действительно так считаю и прошло много времени пока я это понял я это понял да фэмми фаталь фаталь песня который поэт ника ника лурит уволил после записи этого альбома несмотря на то что энди ворхол который числится здесь продюсером и является таки продюсером несмотря на то что не записал ничего здесь и не принимал участие в записи но я скажу чуть позже не к была уволена короче говоря во первых за то что она плохо поет хотя у нее ряд сольных пластинок существует и многим она нравится и многие любят ее и уважают и все мне не нравится я считаю что просто она никуда здесь далее windows in force с этим дроном на альте который исполняет джон кейл совершенно неожиданно предвосхитив весь крауд-рок то есть весь крауд-рок можно сказать вышел из альбома вот этого который записан в 66 году вышел 67 на свет и весь крауд-рок привет извел от underground и и и появился очень хорошая мелодия несмотря на то что очень простая аккордовая последовательность простая но сложнее и не нужно и песня работает так что цепляет гипнотизирует вот это самое windows in force это просто одна из шедевральных песен рок-н-ролла за всю историю существования этой музыки run 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 пошел рок-н-ролл и all tomorrow's parties которую спела ника хорошо получилось да и песня красивая можно вспомнить даже интерпретацию в группы джопен прекрасно они исполнивал tomorrow's parties и много кто эту песню опять-таки исполнял heroine на второй стороне открывает длительное печальное размышление лурида дальше голоса гейн пошел рок-н-ролл опять i'll be your mirror ника ну ника как ника спела и спела the black angels death song и европе and sun опять-таки европе and sun опять-таки ушла в кавера очень много кто ее делал но это уже эксперименты в духе группы к н я бы сказал я уже упоминал что весь крауд-рок вышел из the world on the ground это напоминает мне к н и напоминает именно тем что никакой рок-музыки до них не было не существовало и к н шли именно тем же самым путем хольберт цукай же говорил что давайте играть так как будто мы никогда ничему не учились и никакой музыки до того момента как вошли в репетиционную точку ничего не слышали никогда и будем играть так как ничего до нас не было это все получилось эта штука настолько удивительно настолько она работает настолько она от души и настолько она хороша музыкально кто бы что не говорил там про криво косо вдоль и не вдоль и вот это все чушь я извиняюсь вот это даже не стоит принимать к сведению но не стоит потому что ну просто потому что не стоит поверьте на слова вдоль и это хорошо да когда бывает не вдоль и и и когда структура песни такова что и так и надо так и пусть будет а сыграть вдоль и песня умрет бывает и так наша музыка гораздо больше чем вот это самое вдоль и не вдоль и музыка гораздо больше и об этом вам скажешь любой профессиональный музыкант например на эту тему можно долго рассуждать я сказал это буквально там за тени нескольких секунд и и многие скажут ну чушь несет рыбин нет это не чушь это не чушь все зависит от контекста от конкретной песни от конкретной формы от контекста короче говоря важен контекст будут для чего зачем почему от чего как и кто вот это все работает вместе пластинка записывалась в трех разных студиях анди орхал таскал был в этом да граунд по своим акциям по своим выставкам по своим кинопоказом везде все это записывалось по-разному и пластинка сложилась после чего до иди орхал не принимал участие как я уже сказал в записи вообще поскольку ничего в этом не понимал он просто создавал условия для того чтобы группа играла то что она хочет и просил никого не лезть не звукорежиссеров не звукоинженеров хотя был здесь и профессиональный звукорежиссер и еще 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 луритва благодарил я не помню как его к сожалению зовут но это можно прочитать и найти и благодарности лурида этому звукорежиссеру и собственно говоря продюсеру который создавал этот звук а ворхол просто создавал условия для работы и когда этот альбом был записан ворхол сказал луриду который уволил ни как неудовольствие у ворхола лу вам надо двигаться дальше надо что-то менять надо развивать звук и и и расти и лурит долго-долго думал что же ему сделать чтобы освежить звучание группы поднять его на планку выше и правильно и он уволил энди ворхола решение для освежения группы эти ворхол был в бешенстве возненавидел лурида возненавидел вот он играл но дальше дело пошло и про то как дело пошло дальше я расскажу соответственно дальше вот еще три пластинки the world underground которые я люблю очень сильно люблю каждую из них хотя они довольно разные ушел джон кейл из группы единственный музыкант который обладал профессиональным образованием музыкальным потом они снова встречались потом снова были тоже называется камбэки и все было хорошо а про луида это отдельная просто даже не эпопея а поэма в прузе короче говоря один из величайших альбомов рок-н-ролла developed underground and ника с продюсированные якобы энди ворхолом шедевр на шедевре но это мое мнение можно с ним спорить можно не спорить а я пошел пить а вы спорьте пока